Наш семинар называется, как вы видите на экране, «Что будет с Израилем?». У нас один час для семинара, это очень мало времени на такую тему. Мы постараемся очень быстро двигаться, чтобы коснуться многих моментов. Я надеюсь, что у нас будет хотя бы пять минут для вопросов. Если у вас возникнут какие-то вопросы, и вы захотите их задать, я бы попросил, когда в конце у нас будет время, если у вас есть вопросы, чтобы вы, может быть, подошли, вот сюда вышли вперед, чтобы слышно было вопрос, который вы хотите спросить. Я знаю, что по этой теме бывает много вопросов. Я не смогу на все вопросы ответить. Уже один брат меня сейчас спросил, когда услышал, что будет этот семинар, он уже задал вопрос, а мечеть Алякса будет разрушена? Я не знаю. Я не могу ответить на все вопросы, которые возникают. Но, тем не менее, если будут у вас какие-то вопросы, мы попробуем на них ответить. Так, давайте мы встанем, помолимся, мы начнем наш семинар и будем приступать. Господь наш, мы благодарны Тебе вот за это время конференции. Благодарим за молодежь, которая собирается вместе, чтобы слышать Твое слово. И мы просим Тебя, благослови сейчас этот семинар. В этом семинаре мы хотим рассуждать о народе Твоем, Израиле, и наша особая молитва вот сейчас, когда там, на этой земле, идет война. Мы просим мира Иерусалима, мы просим Тебя, Господь, чтобы остановилась эта война, и чтобы народ Твой, избранный народ, возлюбленный народ, чтобы они могли знать Тебя, уверовать в Тебя, принять Тебя в свое сердце. Мы знаем, Господь, что время и история в Твоей руке, и исполнится то, что Ты определил. Мы уповаем на это, и мы просим Твоей милости. И благослови, Господь, нас рассуждать об этой теме, вникать в Слово Твое. А Ты Духом Святым управляй нами, чтобы Слово Твое было ясно, и чтобы мы, зная, как Слово Твое открывает будущее, были уверены в том, что Твое Слово истинно, и то, что Ты сказал, исполнится. И поэтому мы можем уповать на Тебя, держаться этой истиной, и следовать за Тобой. Благослови, Господь, нас в этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Две причины я хочу сказать, почему именно этот семинар сегодня предлагается на молодежной конференции. Первая причина для Вас понятна. Уже целую неделю весь мир говорит об Израиле. Уже целую неделю весь мир внимательно смотрит на то, что происходит в Израиле. В Израиле идет война, и все задают вопрос, что будет с Израилем? Как повернутся все события? Что произойдет дальше? Сейчас война идет. Как долго будет война? Каким образом закончится война? Что произойдет с исламским миром? Много вопросов возникает сегодня. И поэтому, когда весь мир говорит об Израиле, то мы, как христиане, мы не можем не касаться этого вопроса. И мы тоже хотим знать ответ на вопрос, что будет с Израилем. Если мир смотрит на политические какие-то моменты, то мы, как христиане, смотрим в Библию. Потому что Библия отвечает на этот вопрос. Вторая причина, по которой я хотел бы предоставить этот семинар, это чтобы вас побудить еще больше вникать в Слово Божие и в Писание. Потому что, когда что-то происходит с Израилем, нам, христианам, важно смотреть не просто в телевизор, на новости, нам важно смотреть в Библию. Нам важно там находить ответ. Потому что Библия говорит об Израиле. Библия говорит об истории. И когда событие, вот такое важное событие происходит в Израиле, для нас, для вас, молодежи, очень важно увидеть, что Библия – это живая книга. И пророчество Писания – это не просто какие-то древние предсказания. Это настоящее, это живое. Поэтому моя цель, мое желание, чтобы после этого семинара вы еще больше заинтересовались Библией, хотели бы вникать, изучать, смотреть пророчества, углубляться, больше знать об Израиле, больше знать о том, что Господь готовит для этого народа. Вот это моя цель вот на этом семинаре. И когда мы будем говорить о том, что будет с Израилем, мы вначале коснемся, что было с Израилем, что такое Израиль, что Господь сказал об Израиле, что сказано, что было сказано в Писании, что было в прошедшем веке, особенно мы более подробно остановимся на 20 веке и посмотрим, какие события были в Израиле и как это понимать в свете Священного Писания. Итак, первый текст Писания, который я хотел бы, чтобы мы увидели, это те Божьи обетования, которые были даны Аврааму. Посмотрите, вот в этом тексте, 15 глава книги Бытие, мы находим указания, когда Господь дает обетование Аврааму. И сказано, в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему дам я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат. Бог обещал Аврааму землю. Это Божье обетование. И в этом тексте конкретно сказано, что Господь обещал, какую землю, какие границы. Посмотрите, мы прочитали, Господь обещает от реки Египетской, то есть от реки Нил. И вы видите, вот там вот красная линия проходит по Египту. Это там, где река Нил идет. И сказано, до великой реки, до реки Ефрат. Вот то, что красным обведено, это как бы те контуры, те границы, которые Господь обещал дать Аврааму. И мы с вами смотрим, что с этого начинается история Израиля. Призвание Авраама. Авраам – отец, отец всех верующих. Господь обещает ему землю. И так начинается эта история, которая продолжается через Авраама, Исаака, Иакова и 12 колен. Дальше мы смотрим с вами, что Бог обещал Моисею. И мы читаем 4 глава книги Второзакония, очень важный текст. Здесь сказано, «И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить Богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза Его. «Господь, Бог твой, есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвою утвердил им». Посмотрите, вот в этом пророчестве, когда Господь Моисею говорит, мы находим схему, мы находим, как Господь показывает, будут происходить события. Сказано, что народ израильский войдет в землю обетованную, это Бог через Моисея должен сделать, там, в земле обетованной, они отвернутся от Бога, они начнут грешить. Написано, что они будут служить Богам, которые сделаны руками. Оттуда Господь их рассеет, они будут отведены в плен, они будут рассеяны из земли обетованной, и они будут находиться между язычниками. Потом Господь соберет их в свое время из всех языческих народов, Господь приведет их в землю обратно, там они пройдут большие страдания, великой скорби, и в конце великой скорби они обратятся к Мессии. Посмотрите, в этом тексте сказано, Господь милосердный, ты обратишься к Господу Богу твоему, ты послушаешь глаза Его. Поэтому народ пройдет вот этот путь. Это с Моисея начиная. Это 1500 лет до Рождества Христова было сказано. Вот такой будет путь Израиля. Они придут в землю, они согрешат, они будут рассеяны, потом Господь соберет их, они покаются, и они будут приготовлены к тысячелетнему царству. Когда Христос придет на землю, Он будет царствовать тысячу лет на земле, в Иерусалиме, и народ израильский будут служить Ему. И мы с вами читаем, что в истории так и произошло. После грехопадения народ израильский был образован, после того, когда Моисей ввел их в землю обетованную, они согрешили. Читайте книгу книги Царств, книги Паралипоменон, они стали служить идолам, они стали идолопоклонниками, и Господь наказал их, они пошли в вавилонский плен. Произошло рассеяние народов. Десять колен израильских потерялись после вавилонского плена, и никто не знает, где они находятся до сих пор. В 70-м году исполнилось пророчество, о котором Иисус Христос сказал, что Иерусалим будет разрушен. И мы читаем, это так произошло. Храм был разрушен, римляне разрушили Иерусалим, и с этого момента, вот когда произошло это бедствие, весь народ израильский был ихзнан, он был рассеян, Иерусалим разрушен, и так продолжалось 1900 лет. 1900 лет народ израильский рассеянный между язычниками. И после того, когда римский период закончился, начинается, кто из вас историю учил? Византийский период, потом мусульманский период, потом крестовые походы, потом опять мусульманский период, и так начинается история земли Израиля. А вот в 20-м веке начинаются особые события, начинаются особые события проходить на земле Израиля. И, может быть, не вы, и даже не мы, но ваши дедушки и бабушки, они были свидетелями исполнения пророчества в прошлом веке, в 21 веке. Давайте я коснусь немножко вот этой истории, современной истории. 21 век, 20 век вернее, что происходило с Израилем. 14 мая 1948 года ООН официально признает государство Израиль. Государство Израиль после 19 веков рассеяния было образовано. ООН признала, что такое государство может существовать. Великобритания убирает свои войска, и первый премьер-министр Израиля, это Дэвид Бен-Гурион, он подписывает декларацию независимости. Государство Израиль образовано в 1948 году. Сразу после этого, как только государство Израиль было образовано, арабские страны, это Египет, Сирия, Саудовская Аравия, Ливан, Ирак объединяются. Они объединяются, и вот эта огромная армия, арабская армия, которая превышала во много раз армию Израиля, решает остановить вот это образование Израиля. И несмотря на то, что эта армия была намного больше, чем армия Израиля, тем не менее Израиль устоял. Израиль победил, Иерусалим после этого был разделен между Израилем и Орданией, но государство Израиль устояло. Мы идем дальше, 1967 год, так называемая шестидневная война. В 1967 году израильская разведка, которая называется Моссад, она раскрыла планы арабов о том, что они хотят напасть на Израиль. И в это время образовалась вот эта армия, и Израиль ударил первым. Но коалиция арабских армий, она была в соотношении 30 к 1. То есть на 30 это были арабские армии, одна это была только израильская. Отношение 30 к 1. И вот в это время, когда произошла эта шестидневная война, она действительно шесть дней длилась, удивительным, чудесным образом Израиль одержал победу. Более того, Израиль не только одержал победу, но он захватил Синайский полуостров, западный берег, реки Ордан, Голландские высоты. И в это время Иерусалим полностью перешел под управление Израиля. Это 1967 год. После этого 1967 года сразу арабские страны объединяются в городе Хартум, и они принимают решение, которое называется «три нет». Это означает, что нет мира Израилю, нет признания Израилю и нет переговорам. То есть все арабские страны, они принимают планы, что единственное, что возможно, это уничтожить Израиль, чтобы это государство не существовало. 1973 год. В 1973 году Сирия и Египет опять атаковали Израиль, когда евреи были в синагогах, это был праздник Йом-Кипур, День Искупления. Три недели продолжалась война, и она окончилась победой Израиля. Израиль одержал победу. 1978 год. Мирный переговор, мирный договор в Кемп-Девите. Это Джим Картер, американский президент, и монахем Бегин, и Анвар Саддат, это Израиль и Египет, они подписывают мирный договор, что все, война должна остановиться, должно быть мир наступить. Но, тем не менее, мир не наступил, и вновь продолжались военные действия. 1993 год. Это подписание мирного договора. Ясель Арафат, Исхак Рабин и Билл Клинтон, тоже американский президент, который был посредник. Через год все эти президенты получили Нобелевскую премию мира за то, что мир был установлен, но на самом деле мира так и не наступило. 2000 год. Еще один мирный договор, который подписывается между Эхудом Бараком и Ариэлем Шароном, но, тем не менее, мира не наступило. 2006 год. Это так называемая Вторая Ливанская война, операция против Хезболла. Сегодня уже мы слышим о Хезболла, и в 2006 году это была Вторая Ливанская война. 2008 год. Это операция «Литой свинец». 2010 год. Опять мирные переговоры, пытаются как-то договориться, пытаются как-то решить эти вопросы. Не происходит мира. 2014 год. Операция «Нерушимая скала» в Газе происходит. И 2015 год, когда верховный лидер Ирана Аятала Али Хамени, он выпускает новое решение, и он объясняет, что стереть Израиль с лица земли – это законно и морально. Он сказал о том, что Израиль – это раковая опухоль на Ближнем Востоке. Израиль – это сатанинское отродье, его нужно уничтожить. И каждый мусульманин, он должен в этом участвовать. И, наконец, сегодня, 2023 год, мы видим события, уже неделю идет война, война в Газе. И это события 20 и 21 века. Мы видим, что с самого начала, когда Израиль был образован, все время, 70 лет, там идет война и там идет бедствие. Это то, что мы видели. Это то, что происходило на глазах нашего поколения. Но что мы с вами видим? Писание дает обетование, что народ будет сохранен. И мы с вами видим это доказательство, что народ израильский сегодня существует до сих пор. Это подтверждает, что Библия – это истина. Библия доказывает саму себя тем, что на глазах у нас исполняется сохранение народа израильского. И Господь дает это обетование. Мы читаем с вами 17 глава Бытия. Бог говорит Аврааму, и поставлю завет мой между мною и между тобою, между потомками твоими, после тебя в роды их, завет вечный, о том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Это вечный завет. Господь заключил с Израилем, и Он сказал, что я буду твоим Богом. Пророк Иеремия через тысячу лет после Авраама, он говорит, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль. Ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из племени пленения. То есть мы видим, что в этом слове сказано, никакой народ Израиль не уничтожит. Они останутся, Бог сохранит их, Бог дает свое обетование, и Он говорит, я Господь, я буду с тобою, я дал это обетование, и поэтому, несмотря на то, что Бог рассеял их, Он сохраняет этот народ. Поэтому история Израиля на протяжении 19 веков, и особенно я показал 20 век, показывает исполнение этих пророчеств, показывает, что они были спасены. Они были спасены 19 веков рассеяния, они были спасены во время Холокоста, Второй мировой войны, они были спасены на протяжении всего 20 века. Мы читаем с вами цитату, я привожу, это в октябре 1956 года, Дэвид Бен-Гурион, это первый премьер-министр Израиля, он сказал, в Израиле для того, чтобы быть реалистом, вы должны верить в чудеса. Они верят в чудеса, они видят, что то, что происходит с Израилем, это только Бог может делать. Это чудеса, которые постоянно происходят, когда Бог хранит, когда Бог защищает этот народ. Еще одна цитата, Арнольд Фрухтенбаум, он проводит семинар, он еврей, и он сам проводит семинар, как уничтожить еврейский народ. И знаете, как он говорит? С иронией он говорит. Он говорит, если вы хотите уничтожить еврейский народ, тогда сделайте сначала, чтобы солнце не светило на небе днем, и луна не светила ночью. Если вы сможете заставить солнце не светить днем, а луну не светить ночью, тогда вы сможете уничтожить израильский народ. Почему он об этом говорит? Потому что Господь сказал в 31 главе Иеремия. Он говорит, так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь совов имя ему. Если сии уставы перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом перед мною навсегда. Очень просто. Скажите солнцу, чтобы оно не светило, и тогда вы справитесь, и вы сможете уничтожить еврейский народ. И поэтому мы видим, что вот постоянные попытки уничтожить Израиль только подтверждают это Писание. Никто не может уничтожить Израиль. Бог обещал, Он дал Своем Слове, и Он исполняет это Слово. И мы знаем, что было много попыток. Валак, Аман, Вавилон, римляне, крестоносцы, Гитлер. Много было тех предводителей, которые хотели уничтожить Израиль. И много погибало. Во время Холокоста, Второй мировой войны, 6 миллионов евреев было уничтожено. Много погибало, но тем не менее Бог хранит этот народ от полного уничтожения. И поэтому мы с вами посмотрели, Бог дал обетование хранить, и Бог хранил. Господь дал еще одно обетование. Господь дал обетование не только сохранить этот народ, но восстановить этот народ после рассеяния. Господь дал это обетование, что после рассеяния Он соберет их обратно, и Он восстановит. И мы с вами видим в истории, как это происходило. В 20 веке, после 19 веков рассеяния, израильский народ получил возможность приехать в свою страну. Получил возможность, чтобы государство было образовано. Начало это связано с вот этим человеком по имени Теодор Герцель. Он именно был тот человек, который еще в 19 веке, это 1894 год, они начали говорить о том, что у всех народов есть свои страны. Только у евреев нету своей страны. И во всех странах евреев ненавидят. В каждой стране, где жили евреи, была ненависть к евреям. В каждой стране хотели изгнать евреев. В то время, особенно в царской России, были постоянные погромы. Погромы – это когда приходили в те районы, где жили евреи, их избивали, у них забирало имущество, над ними издевались. И все в любой стране евреев ненавидели и хотели изгнать. И поэтому начали собираться некоторые мудрые люди, как Теодор Герцель. И они сказали, евреям нужна своя страна. Если их везде ненавидят, у них должна быть своя страна, куда бы они могли приехать и жить спокойно и безопасно. Поэтому это идеи, которые были вот с самого начала у Теодора Герцеля. Другой человек, который действовал вот в этой, это было решение, которое называлось Декларация Бальфура. Это очень важный документ. 1917 год. Артур Бальфур, это был министр иностранных дел Великобритании. От правительства Великобритании был издан этот документ, в котором было написано, что Великобритания не будет против, если в Палестине будет образовано государство для евреев. Хочу вам сказать, что слово Палестина, это не библейское слово. Если мы привыкли, иногда называем эту территорию Палестина, это неправильно. Эта земля называется Израиль. Палестина, она была названа римлянами, когда римляны сожгли Иерусалим, когда римляне изгнали всех евреев, и они решили изменить само название. И эту территорию они назвали Палестинская Сирия, но это земля Израиля. И каждый еврей, он вам скажет, это не Палестина, это Израиль. И вот в 1917 году был принят этот документ, в котором сказано, что Великобритания, она не имеет чего-то против, чтобы на этой территории было создано государство для евреев. Другой момент мы с вами видим, это Лига наций, когда еще не было ООН, а была Лига наций, она принимает решение дать Великобритании право управлять на этой территории, для того, чтобы там был мир, и для того, чтобы это государство было образовано. И мы с вами также находим документ, что ООН создает резолюцию номер 181 о том, чтобы Палестина была разделена на арабское и на еврейское государства, чтобы там, на этой территории одновременно жили и арабы, и евреи. Посмотрите с вами на пророчество Исаии, 66 глава Исаии, 8 стих, здесь так сказано, кто слыхал такое, кто видел подобное этому, возникала ли страна в один день, рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Многие считают, что вот этот текст, это пророчество об образовании Израиля в 1948 году. В один день была образована эта страна, в один день было образовано государство. В это время, когда в 1948 году, в мае, заканчивалась власть Великобритании на этой территории, и Великобритания убирала свои войска, и на самом деле никто не знал, что будет дальше на этой территории. И вот в то время Бен-Гурион проводит церемонию подписания декларации независимости. В городе Тель-Авив они подписывают эту декларацию и объявляют, что с этого дня, 1948 год, 14 мая, образуется государство Израиль. В один день, когда никто не готовил, никто не понимал, что происходит, но мы видим, что Бог руководил этим процессом. В один день, в одну ночь была образована страна, было образовано государство. То, что Бог обещал в Своем Слове, оно исполнилось в 20 веке. Мы читаем с вами, что Господь сказал такие слова, вот книги пророка Исаии и книги пророка Езекииля, 37 главе. «Так скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у них, и не будет более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства». Вот то, что написано в этом тексте, мы видим несколько обещаний, которые Господь говорит. Посмотрите, первое, Он говорит, «Я возьму сынов Израилевых из среды народа, между которыми они находятся». То есть Израиль, евреи, рассеянны между народами. Господь говорит, «Я возьму их оттуда, я соберу их и переведу в землю, и там, в земле, я сделаю их одним народом». Вот именно это произошло 14 мая 1948 года. Пророчество, которое Господь сказал, оно исполнилось, и было образовано государство Израиль. И это только начало восстановления этого народа. 19 веков не было этого народа, не было государства. Бог начал осуществлять то, что Он сказал через 19 веков после рассеяния Израиля. Еще один пример, как был восстановлен этот народ, это восстановление языка. Вот эти три момента, о которых я сказал, что Господь сказал, «Я возьму, я соберу, я сделаю». Один пример я хочу дать, как был восстановлен язык. Вы знаете, что за 19 веков язык иврит был потерян. Никто не разговаривал на этом языке. И поэтому он перестал существовать к концу 2 века, когда Иерусалим был разрушен, когда евреи были рассеяны. Сам язык перестал быть обычным языком для употребления между людьми. Он стал только богослужебным языком. Только в синагогах его употребляли. А люди уже не разговаривали. И поэтому к концу 18 века язык иврит, он считался умершим языком. Он не был живым языком. И где бы ни жили евреи, они создавали какой-то свой язык. Смесь иврита и того языка в той стране, где они жили. Например, так появился идиш. Идиш – это смесь иврита и немецкого языка для тех евреев, которые жили в Германии. Так появился, например, ладино. Это смесь иврита с испанским языком. Так появился маграби. Это все африканские языки и иврит. То есть, где евреи жили, они смешивали свой язык и появлялся какая-то смесь. Но настоящего иврита уже перестал существовать к этому времени. И вот человек по имени Гелизар бен Ягуда, он занялся вопросом восстановления языка. Он переехал в Палестину в 1881 году, и он создал словарь, так он назывался, словарь древнего и современного языка. Он собрал те слова, которые знали. Он придумал некоторые новые слова, которых не было раньше, которые стали современными. В каждом языке есть современные слова. И поэтому он создал этот язык. И он сказал, что он приложит все старания, чтобы в Израиле люди говорили на еврейском языке. И знаете, как он это достиг? Он знал, кто такие евреи. А евреи любят все бесплатное. И поэтому он начал издавать две газеты на еврейском языке и всем раздавать бесплатно. А евреям нравилось бесплатное. Они брали бесплатные газеты, и в результате этого они начали учить этот язык, чтобы читать. Более того, язык стали преподавать в школам. Дети начали учить этот язык. Детям разрешали брать иголку и колоть взрослых, когда они говорят не на еврите. И дети этим пользовались. Когда родители говорили не на еврите, наверное, это как для вас, да? Вас родители кололи, когда вы говорили на английском, а не на русском. Вот так это было в то время. Дети кололи своих родителей, если они не разговаривали на еврите. И постепенно-постепенно язык стал оживать. Мертвый язык стал живым языком. Язык возродился, и появился этот язык еврит, на котором сегодня разговаривают в Израиле. Поэтому таким образом мы видим, что этот язык был восстановлен. Более того, еще один момент восстановления народа. Это восстановление денег. Потому что, когда народ был рассеянный, когда у них не было своего государства, деньгами были израильские фунты или израильские лиры. Так они назывались. По примеру, как были палестинские лиры. Но мы с вами находим пророчество. Посмотрите, 45 глава Исаии. Там из Икииля сказано, в сикле 20 гер. А 20 сиклей 25 сиклей. И 15 сиклей будет у вас за одну мину. Вот дань, какую вы должны давать князю. Это речь о будущем. Когда-то в будущем это должно исполниться. И тут написано, что дань вы должны давать князю сиклями. Или, как вы врите, сейчас называется шекель. Но шекеля не было. Сикли мы находим только в Ветхом Завете. И после рассеяния народа эти деньги исчезли. И никто не называл деньги сиклями. Но мы с вами видим, что Писание показывает, что должны появиться сикли. И постепенно мы видим, что в Израиле были введены сикли или шекели. И сегодня, вот начиная с 1980 года, это официальная валюта в Израиле. Откуда это появилось? Бог сказал, что так будет. Бог сказал, что деньгами в Израиле будут шекели. И мы видим, что это исполнилось. Исполняется на наших глазах. Это вопросы восстановления. Мы с вами смотрим, как Господь будет восстанавливать этот народ. Три момента, которые мы считаем, видим важными. Господь дает обещание, что Израиль вернется к жизни. Израиль вернется в землю. Израиль вернется к Господу. Это три момента, которые должны исполниться в отношении Израиля. Израиль писал свои слова, когда был плен. И, может быть, вы уже читали 37 глава книги пророка Израиля, когда Израиль показано видение. Он видит поле, которое усеяно мертвыми костями. И Господь через это видение показывал, что он будет восстанавливать свой народ. Это было после плена. Израиль не понимал, что происходит. Господь дал обетование, что народ вернется. Народ будет восстановлен. Но в этом пророчестве речь идет не только о событиях во время Израиля. Речь идет о будущем. О том, что происходит сегодня в наше время. Именно в этом пророчестве мы находим, как Господь показал в этой иллюстрации, как он будет восстанавливать свой народ. И мы видим, что Изекиилю показано это поле. Это сухие кости. И Господь говорит, а живут ли эти кости? И сам Изекииль говорит, Господи, Ты это знаешь. И Господь говорит этим костям, Он говорит, Я введу вас дух, и обложу вас жилами, и наращу на вас плоть, и покрою кожей. И написано в 7 стихе, И изрек я пророчество, как повелено мне было. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрылась вверху, а духа еще не было. Посмотрите, о чем говорит Господь вот в этом пророчестве. Он показывает, как будет происходить восстановление народа израильского. Они мертвые, они не знают Бога. Они как сухие кости, они рассеяны по всей земле, по всей планете, в разных странах. И Господь говорит, Я скажу этим костям, и они начнут собираться вместе. Они начнут собираться вместе, они соединятся, на них плоть появится, кожа. А духа еще не будет. О чем здесь идет речь? Речь идет о израильском народе. И это начало происходить, когда мы смотрим, когда было образовано государство Израиль. Эти сухие кости, евреи, они были расспросаны по всей земле. И Бог дал свое повеление, и евреи начали собираться в Израиль. Они начали съезжаться туда, и там, в Израиле, Господь обещает, что Он создаст новый народ, единый народ. И когда мы смотрим с вами, как это происходило, мы находим с вами эти переселения, которые называются Алия. Алия – это переселение евреев из тех стран, где они были, в землю Израиля. Вот 20-й век показывает нам, как происходили эти переселения. Несколько примеров я хочу показать. Первая Алия – это до 1900 года. Почему евреи начали уезжать? Я сказал, причина – погромы. Когда евреев убивали в каждой стране, ненавидели, забирали имущество, издевались над ними. Это все приводило к тому, что евреи понимали, им нигде не рады. Им нужно переселяться. И вот это была первая Алия, когда 35 тысяч евреев, они переехали в землю Израиля. Там еще не было Израиля, там еще не было государства. Но люди поехали туда, потому что не понимали, что происходит. Бог их начал двигать. Бог начал собирать евреев на этом месте. Вторая Алия – это уже с 1904 по 1914 год. В это время были большие погромы, особенно в Молдавии, особенно в Кишиневе, Одесса, Украина. Было много убитых евреев. Над ними издевались. И как результат, 40 тысяч евреев, они уехали и переехали в Израиль. Третья Алия – она происходила до 1929 года. Если вы знаете историю, это уже революция, которая произошла в царской России. И в это время, а также во время Первой мировой войны, когда Британия воевала, когда Британия сказала, что они не против, чтобы было образовано израильское государство. И в это время с 1918 по 1920 года в России было убито 100 тысяч евреев после всех издевательств. И это подталкивало евреев уезжать и переезжать в Израиль. Четвертая Алия – 250 тысяч евреев переехали с 1929 по 1939 год. И мы понимаем, в чем была причина. Вторая мировая война, нацизм, холокост. Когда евреев уничтожали, когда евреев убивали, когда евреев сжигали в газовых камерах. Вот за этот период, за эти 10 лет, мы видим 250 тысяч евреев. Они поняли, что им нельзя оставаться в Европе. Им нужно убегать, иначе они будут убиты. И они переехали в Израиль. Есть несколько очень трагичных примеров. Например, история корабля Сент-Луис, которая называлась, эта история была названа «Плавание обреченных». Когда евреев уничтожали в Германии в 1938 году, и евреи в Германии поняли, что им нужно уезжать. Они поняли, что если они останутся в Германии, они будут уничтожены. И вот в 1939 году 930 евреев купили билет на этот корабль, и они отправились в Соединенные Штаты Америки через Кубу. И когда этот корабль доплыл до Кубы, тогда в Гаване было сообщено, что Куба не примет этот корабль. Если корабль останется на рейде, то он будет расстрелян. И этот корабль, на котором было больше почти тысячи человек евреев, он остановился возле Кубы. И эти пассажиры, евреи, не знали, что им делать. Америка отказалась их принимать. Соединенные Штаты отказались принимать этих евреев. И после того, когда долгое время они стояли возле Кубы, они поняли, что у этого корабля нет другого выхода, как возвращаться обратно в Германию. И этот корабль развернулся, и они поплыли обратно. И все эти обреченные евреи, они поняли, что ни одна страна не защитит их. Более того, фашистская Германия поняла, что все рассказы Соединенных Штатов или других стран о том, что евреев нужно защищать, это только пустые слова. Это дало толчок для Гитлера начать уничтожать евреев во время Холокоста. И эти евреи, они вернулись в Европу, кто-то из них ушел в Бельгию, в Голландию. Но это стало толчком, чтобы евреи еще больше начали переселяться в Израиль. Пятое Илья, это до 1948 года, 95 тысяч евреев, которые были переселены. Не буду касаться многих этих деталей, которые интересны. Но 1948 год, это уже государство образовано. Евреи поехали туда, потому что государство для них было создано, это их страна, где их не будут ненавидеть, где их не будут выгонять, грабить. Это их страна. И поэтому с 1948 года все больше и больше евреев поехало туда. Массовая Илья, это до 1952 года, когда из Советского Союза начали уезжать евреи. Когда до полтора миллионов евреев из Советского Союза уехало. И это удивительный момент. Я хочу, чтобы вы увидели, все эти переселения, это исполнение того текста. Сухие кости собираются вместе. Это еще мертвое тело, но они собираются вместе, кость к кости. Советский Союз, вот эти годы, это коммунистический режим Советского Союза. Когда Советский Союз и Израиль находятся в очень острых отношениях. И почему-то в это время Советский Союз открывает границы и разрешает евреям уехать. Никто не знает почему. Никто не понимает по каким причинам. Мы понимаем. Бог действовал так, чтобы евреи начали переселяться. И, наконец, последняя, вот репатриация из Советского Союза, потом после перестройки, это были все переселения евреев на протяжении вот этого 20 века. Мы с вами видим несколько моментов, как Писание показывает, как это будет происходить. Израиль вернется в землю в неверии, то есть это будут неверующие евреи, это мертвые кости, они вернутся в неверии. Потом мы с вами видим, Писание говорит, что евреи будут возвращаться периодами. Вы помните, кость за костью. Иезекииль видит одна кость, вторая. Они не сразу собрались, они как-то постепенно собираются. То есть евреи должны возвращаться периодами. Третье. Израиль вернется в землю через преследование. И Писание показывает, что евреи, которые всегда очень умные, очень талантливые, бизнесмены, они никогда не уедут из страны, если там хорошая экономика, если им хорошо живется, если они могут зарабатывать деньги. Они уедут из страны только когда их погонят, когда будут издевательства, когда у них все заберут, когда будет страх для жизни. Вот тогда они уедут. И Писание показывает это, что это будет так происходить. И четвертое, это возвращение Израиля, собирание народа на этой стране, оно подготовит следующее событие последнего времени. Посмотрите, мы с вами находим все эти подтверждения. Вот то, как оно происходило в истории, это как Библия говорит. Библия показывает, что так должно происходить. Вот первое, Господь говорит, что я вас соберу из всех стран и приведу в землю вашу, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших. То есть, Господь показывает, вы придете грязными, вы придете грешниками. Они не приедут туда покаявшимися, знающими Иисуса Христа. Господь говорит, я вас соберу, и там я вас очищу. И там, в земле Израиля, Он говорит, я дам вам сердце новое, и дух новый вам дам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. То есть, Израиль вернется в землю, они из разных стран соберутся в неверии, не зная истины, не зная Иисуса Христа. И весь 20 век, все эти алии, одна за другой. Они только подтверждали, так происходило. Они ехали туда в неверии. Другой момент. Мы сказали, что Израиль будет возвращаться в землю периодами. И посмотрите, мы читали с вами, сказанное у Изекиля в 37 главе. «И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и веду вас в дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Вы видите эти периоды? То есть, кость за костью, потом жилы, потом плоть, а духа еще нет. Вот так на протяжении 20 века евреи собирались туда. Бог собирал их кость за костью, но еще жизни у них нет. До сих пор у них жизни нет. До сих пор израильский народ еще не знает Иисуса Христа, и у них нет этой жизни. Третий момент я сказал, что Писание показывает, что евреи поедут в свою землю через преследование. Мы читаем об этом в 16 главе книги пророка Еремии. «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которых изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма, из ущелей скал». Этот текст – это иллюстрация преследования евреев. «Их погонят», Господь говорит. Сначала рыболовы, потом охотники со всякой горы погонят, чтобы евреи с разных стран поехали в Израиль. Так сказал Господь, и мы видим, что так происходило. И вот за последние сто лет Бог использовал какие-то совершенно непонятные события, погромы в России. Люди ненавидели евреев. Люди выгоняли евреев из своих стран. И Господь это использовал для того, чтобы исполнилось пророчество, чтобы евреи собрались, и они собрались в Израиле. И, наконец, последнее – это, что возвращение Израиля подготовит действия для будущих событий. Евреи должны собраться в стране, все должны приехать туда, и когда они соберутся там, это будет подготовленный плацдарм для того, чтобы начали происходиться события будущего. Поэтому мы с вами увидели, что первое – евреи соберутся в землю, но жизни еще у них не будет. И Писание показывает, что есть еще один момент. Они должны собраться не просто в землю, как безжизненное какое-то тело, они к Господу должны вернуться, у них жизнь должна появиться. Господь дает это обещание, Он говорит, я вас соберу, я вдохну в воздух, я дам вам сердце плотяное, я уберу вас каменное, и вы познаете Господа. И мы читаем об этом, Господь дает это обещание, что там, в земле, когда они будут собраны, Он даст им дух. И мы знаем, когда это произойдет. Когда они будут собраны в Израиле, когда пройдет период великой скорби, и произойдут суды над народом израильским, и Господь придет туда, на гору Елеонскую, и вот там, когда будет второе пришествие Христа, когда станут его ноги на горе Елеонской против Иерусалима, вот там будет великое покаяние этого израильского народа. Они увидят Иисуса Христа, которого они пронзили, они осознают свою ошибку, они будут плакать и рыдать, и это будет великое покаяние Израиля. Вот тогда Господь даст им это живое, плотяное сердце, и они обратятся к Господу. Это будет происходить после того, когда они будут собраны вместе. Давайте коснемся еще некоторого момента. Давид, пожалуйста, поставь следующий файл. Я хочу немножко коснуться, у нас остается очень мало времени, я хочу немножко коснуться сути того, что сегодня происходит в Палестине. Почему сегодня в Палестине идет война? Что будет с тем, что мы находим с вами в этой стране и в этих событиях? Несколько моментов. Мы читаем с вами, что Авраам, как родоначальник народа израильского, он отец, написано, отец всех верующих. И когда мы с вами смотрим, вот на Авраама, мы знаем, что Авраама был Исаак и Измаил. Один сын обетования, а второй сын, который был рожден от Агарии, от рабыни, которой была Авраама. И Господь дает обетование, что именно Исаак будет тот, через которого я буду действовать в своем обетовании. Измаил – это тоже сын Авраама, но он не от цары, он от рабыни, он от египтянки Агарии. И таким образом мы с вами находим, что у Авраама два сына, и дальше мы читаем, что у Исаака тоже было два сына. Это был Иаков и Исаак. Итак, мы с вами видим, что Господь дал обещание Аврааму, он сказал, что я дам тебе землю, я обещаю, что вся земля, вот в тех границах, о которых я говорил, она будет принадлежать тебе, я дам тебе это, это передает сыну твоему, оно будет наследием сына твоего. Но Писание показывает, что сын обетования – это не Измаил. Все обетование Божие, в том числе и земля, которую Господь обещал Аврааму, оно переходит на Исаака. Исаак стал сыном обетования. И поэтому мы видим, что Авраам – это очень важная личность и для христиан, и для евреев, и для мусульман. Каждый из представителей вот этих трех религий, он считает Авраама своим родоначальником. Но мы понимаем, почему для нас важен Авраам. Он – пример, он – пример веры. Мы смотрим с вами, что Господь сказал в отношении Измаила. Вот посмотрите, читаем с вами этот текст, когда в 17 главе Господь говорит об Измаиле. «И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Божий сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наличешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. Двенадцать князей родится от него, и я произведу от него великий народ». Бог исполнил свое слово об Измаиле. У Измаила действительно родилось двенадцать сыновей, они стали двенадцатью князьями. Мы читаем об этом в 25 главе книги «Бытие». Интересно, что сегодня в мире 21 арабская страна. Это не значит, что каждая страна от какого-то из этих князей, но тем не менее это интересно. И мы видим с вами, что когда подошло время смерти Авраама, Авраам отдал все, что у него было своему сыну Исааку. И написано, «Отдал Авраам все, что у него было Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». Исааку земля, остальным сыновьям, в том числе Измаилу, подарки и на восток. И мы видим, что происходит вот в этой ситуации. Исаак получает землю, Измаил ее не получает. Потом я сказал, что у Исаака родилось еще несколько, еще два сына. Это Иаков и Исааф. И мы знаем, что Измаил и Исаак, они были сводные братья, а вот Исааф и Иаков, это были родные братья. И что нам интересно, когда мы смотрим с вами на этих родных братьев, 25 глава Бытия написано, «И молил Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. И посмотрите, что Господь отвечает Ревеке об этих двух близнецах, которые в ее утробе. «Господь сказал ей, два племени в череве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». То есть мы видим, что два сына в утробе матери начали биться. Они стали драться, когда еще они не родились. Они еще не рожденные, они уже дерутся. Почему они дерутся? Они дерутся за то, кто родится первым. Почему это важно? Кто родится первым, тот получит наследие, тот получит землю. Они в утробе уже дерутся, кто родится первым. Они хотели получить вот это наследство от Господа. И мы видим, что первым родился Исаак. Это первенец. И поскольку он родился первым, то по праву первенства ему принадлежит земля. И его сын, его отец Исаак, он ему должен отдать землю. Поэтому, когда мы смотрим с вами вот на всю эту историю, мы видим с вами, вот они, два сына, Иаков и Исаав. Исаав родился первым, и поэтому ему принадлежит земля. Он первенец, он старший. Отец должен отдать ему землю, и она принадлежит ему. Но вы помните потом историю, которая происходит? История, которая происходит между Иаковом и Исаавом. И что происходит в этой истории? Мы читаем, что Иаков сварил кушанье, и потом там пришел Исаав, и он сильно был голодный. И он говорит, дай мне этого покушать. Он говорит, а дай мне первородство. И он отдал ему первородство. Он за эту похлебку чечевичную, он получает первородство. То есть он получает право на землю. И теперь именно Иакову принадлежит земля. Он получил ее. Что происходит с Исаавом, когда он узнал о том, что отец благословил Иакова, и ему отдал первородство, и ему отдал землю. И мы с вами читаем, что когда он узнал о том, что это произошло, написано, что Исаак, он хотел убить брата своего. У него возникает злоба, у него возникает ненависть. И мы с вами видим, что то, что произошло там, оно происходит уже две с половиной тысяч лет. По сути, мы как бы видим, Исаав первенец. Ему должна принадлежать земля. Но он отдал это право. И теперь это право принадлежит другому брату. Оно принадлежит Иакову. И вот здесь мы с вами видим появление этих двух народов, евреев и арабов, которые спорят уже на протяжении всего этого времени. Этих двух народов, один из которых появился от Авраама через Исаака, а второй через Измаила. Один, который пришел через Иакова, а другой от Исаава, потому что мы знаем, что Исаав, он ушел от отца своего, он взял жену, дочку Измаила, и таким образом племя Исаава смешалось с Измаилом, и от них произошли арабы. И вот эта война, которая сегодня идет, она идет уже две с половиной тысяч лет. Каждый пытается доказать свою правоту на землю. Каждый пытается отстоять, что именно ему принадлежит право на эту землю. И Господь сказал ей, вот мы читаем Бытие 25 глава, что два племени, вот эти два племени мы находим сегодня. Уже неделю идет война для того, чтобы доказать, кто прав. Вот я показываю эту схему, откуда появляются арабы, откуда появляются евреи. Да, каждый из них какие-то потомки Авраама, но именно поэтому сегодня идет война. Несколько моментов, которые я хотел отметить. Мы с вами смотрим на границы Израиля, и мы видим, что Израиль окружают арабские страны, которые сегодня пытаются уничтожить Израиль. Но нам важно понять наше отношение сегодня. Когда происходит война, мы видим, что Бог обещает своему народу. Бог обещает защитить свой народ. Бог обещает восстановить свой народ. Бог обещает собрать их вместе и там, на земле Израиля, дать дух, чтобы они стали живым народом для Господа. Кому принадлежит земля? Мы видим, что Господь дал эту землю. Земля обетованная, она принадлежит Исааку. Господь сказал, через Исаака я поставлю завет. Бог принял это решение. Бог дал это определение. И поэтому наша молитва сегодня, когда мы смотрим на то, что происходит в Израиле, мы по-прежнему считаем, Израиль это Божий народ. Да, они еще мертвые кости. Да, они еще не знают истину. Не понимая того, что происходит, они собираются вместе туда, в этой стране. Однажды наступит момент, когда Бог даст им дух жизни, когда они обрягтся к Господу. И поэтому мы молимся сегодня за Израиль. Мы видим, что это Божий народ, который находится еще в отступлении. И мы знаем, что Божье слово, Божье пророчество, оно однажды обязательно исполнится. Друзья, я хочу, чтобы как результат этого семинара вы начали исследовать Писание. Здесь богатство тех пророчеств, о которых мы говорили сегодня. И когда мы оклядываемся вокруг, когда мы смотрим на то, что происходит с Израилем, Божье слово, оно неизменно. Оно исполняется, потому что оно безошибочно. И поэтому да поможет Господь нам знать это слово, утверждаться на этом слове и молиться за Израиль. Молиться за то, чтобы Израиль пришел к Господу, чтобы наступил этот момент, когда они познали Господа. Аминь. Пожалуйста, у нас есть две минуты. Если есть какие-то вопросы, то можете задать. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Несколько моментов хочу сказать. Бог обещал Мессию для народа израильского. И мы знаем, что израильский народ отверг Иисуса Христа, и поэтому Господь создал церковь. И церковь сегодня, она состоит из евреев и язычников. Павел пишет об этом 2 глава Ефесина, что одно тело, которое состоит из евреев и язычников. И поэтому Господь остановил свою работу с израильским народом и начал работу с церковью, которая является невестой Иисуса Христа. И поэтому сегодня в церкви мы получаем благословение, мы получаем то, что Господь нам обещает. Но тем не менее, мы не получим те обетования, которые Господь давал народу израильскому. Трон, земля. Это было обещано народу израильскому. Мы получаем духовное благословение, небесное благословение. И церкви никогда не было обещано, что мы будем на земле Израиля, что нам будет дана эта земля. Мы будем с Господом, мы будем царствовать, и когда Господь закончит свое действие с церковью, когда церковь будет восхищена, Господь продолжит свое дело с Израилем. И все ветхозаветние пророчества, которые еще не исполнились, а их очень много, они не исполнились. То, что Бог сказал Аврааму, то, что Бог сказал Давиду, то, что было обещано Даниилу, они не исполнились, они обязательно исполнятся. Поэтому мое понимание, что народ израильский, он по-прежнему в Божьей программе. И когда Господь закончит дело с церковью, он продолжит свое действие с Израилем. Хорошо? Еще, может быть, у кого-то? Что сейчас происходит? Спасибо за события. Молитетировки сектора газа. Видите, что состоит из тысяч людей в день. Понятно, что, в результате, мы, в первую очередь, террористическую массу, но в сумме есть. Можно сказать, что не решать его ненавидеть евреев. Как это значит сделать? Нам стоит когда-то молиться за евреев? Что нам сделать? Как нам еще принимать то, что сейчас происходит с этим газом? Нам стоит молиться за всех людей. Мы призваны молиться за всех людей. За всех умер Христос. Христос желает спасения каждому человеку. Был ли это или является ли это еврей, или палестинец, или араб. Мы должны молиться за всех людей. Единственное, что в этой ситуации то, что происходит в Газе, когда эти люди называют себя палестинцами, и этим самым они пытаются... Откуда взялось слово палестинцы? Они это берут с истории. Филистимляне. На той территории, где Газа, там была когда-то Филистимия, и там жили филистимляне. Они пытаются показать, что это наша земля, потому что мы потомки филистимлян. История показывает, что в настоящее время нет такого народа, как филистимляне. Филистимляне исчезли во время Вавилонского пленения, и вот с того времени нету народности, которая бы могла назвать себя филистимлянами. Те, кто живут сейчас на этих территориях, это где-то сирийцы, перемешанные с иорданцами, но ни в коем случае не филистимляне. И поэтому у них нету как бы такого основания сказать, что это наша земля, потому что мы жили здесь раньше вас. Но мы как христиане, мы должны молиться за всех. Да, мы понимаем, что народ израильский – это Божий народ, и у Бога есть план в отношении этого народа, и Он исполнит, и мы молимся за евреев, мы молимся за Израиль, чтобы Божьи планы, они осуществились. Но в плане евангелизации, в плане спасения, в плане спасения душ, нам нужно молиться за всех людей, в том числе и за этих людей, которые живут в секторе Газы, которые в бедствии сегодня, там есть дети, там есть семьи, и они погибают, не зная Иисуса Христа. Поэтому в этой ситуации для спасения мы должны молиться за всех. Да, последний вопрос. В тысячелетнем царстве есть разные понимания, как будет происходить тысячелетнее царство. Я скажу, поделюсь своим пониманием. Христос возьмет Свою Церковь на небеса, будет восхищение Церкви. После восхищения Церкви на земле будет Великая Скорбь, когда Господь посылает Свои суды, в том числе и на народ израильский, и на язычников, которые будут здесь. И в конце Великой Скорби Христос придет на эту землю, произойдет битва Армагеддон, когда Господь накажет все эти армии, которые будут против Него идти. И после этого будет подготовлено место для тысячелетнего царства. В тысячелетнее царство войдут евреи, которые обратятся. Вот о чем я говорил. Бог даст им новый дух в конце Великой Скорби. Они войдут в тысячелетнее царство, и там в тысячелетнем царстве они будут служителями Иисуса Христа. Они будут мировыми миссионерами. Они будут священниками в этом царстве. Церковь Иисуса Христа будет невестой, которая будет восседать на престоле вместе со Христом в Иерусалиме. Евреи будут служителями, а все остальные народы, там будут язычники, которые также войдут туда после Великой Скорби. Вы помните, что Иисус Христос рассказал эту притчу, что когда придет Сын Человеческий, соберут пред Ним все народы, и Он отделит овец от козлов. Он скажет, за то, что вы подали чашу холодной воды, за то, что я был болен и вы посетили меня, войдите благословенные в царство Отца Моего. Это будут язычники, которые во время Великой Скорби будут оказывать вот это милосердие евреям, которые также уверуют во Христа, и они войдут в тысячелетнее царство. Поэтому я понимаю, что в тысячелетнем царстве на престоле Христос и Церковь, вокруг Него служители, это обращенный народ израильский, и по всему миру язычники, которые будут приходить на поклонение в Иерусалим и служить Иисусу Христу. Наше место на престоле со Христом. Хорошо, друзья, я предлагаю, чтобы мы на этом закончили, мы помолимся, и я приглашаю, если кто-то желает помолиться сейчас вот за эту ситуацию, за Израиль, за мир, пожалуйста, помолитесь, и я закончу молитву. Давайте встанем, кто желает помолиться, помолитесь. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Это Слово есть истина. И мы благодарны Тебе за то, что мы видим, как исполняется это Слово, и те пророчества, которые есть в Твоем Слове, они исполняются и исполнятся, и мы можем уповать на это Слово. И все эти события, которые происходят вокруг нас, и в отношении Израиля, и в отношении других стран, народов, мы, Господь, видим это через Твое Слово, и мы знаем, что будет так, как Ты сказал. Поэтому мы спокойны, мы уверены, мы уповаем на Тебя, и мы желаем следовать за Тобою. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты дал мир Израилю, чтобы, Господь, и эта война остановилась, чтобы, Господь, не было бедствия, убийства, смерти. Мы просим Тебя, чтобы Ты действовал в сердцах многих евреев, чтобы они приготовлены были к принятию истины, и Тебя, как их истинного Мессию. Господь, мы молимся также за семьи палестинцев, за тех, кто в бедстве находится, за детей, которые страдают там. И они также не знают истину, и они также не знают Тебя, как Господа своего. Мы молимся также за них, чтобы они могли получить спасение. Мы не знаем, как в этом бедствии, в этой страшной войне, Господь, мы не знаем, что может произойти. Но мы молимся Тебе. Мы призваны обращаться к Тебе в молитве, и поэтому мы делаем это. И мы благодарим Тебя за то, что Ты касаешься наших сердец. Я прошу Тебя, чтобы Ты побудил молодежь еще больше вникать в Твое Слово, любить его, исследовать, изучать и знать Твою истину. Благослови нас всех в этом. Аминь. С миром Божьим, друзья! У нас перерыв сейчас. С миром Божьим, друзья!